Суды, которые мы выиграли, они нам утверждают так, ну и что, что суд вы выиграли, ну и мало ли нас вдруг отправят на Луну. Вы думаете, мы улетим тут, туда? Мы, большая часть, я вот обращаю внимание, что большая часть здесь людей собралась рожденной в СССР, воспитанной в СССР. Мы привыкли, что и наши мамы, бабушки, работая в СССР, через пять лет стояли в очереди и получали эти квартиры, получали медицинскую помощь, образование. Но в нашей жизни сейчас мы не можем достучаться до правды. Все чиновники друг друга прикрывают, администрация прикрывает, прокуратура прикрывает, все, ну как бы, их махинации, оно все видно. У них рука руку моет. Я понимаю, проблема с коммуналками. А вы представьте, когда мы все спим, 186 квартир в доме, а дом трещит по швам, по дому трещины, выпадают кирпичи. Мы мучаемся, мы боимся. Когда приезжают чиновники, они нам отвечают так. Когда здание рухнет, тогда мы будем реагировать. А когда, с кем они будут реагировать, если никого не останутся? Что? Вы чиновника, приведите к себе в голос, он тут живет. Я хотела, я хотела через суд обязательно, нету закона. Анжелочка, давайте. Я приглашала, вот Владимир Олегович приезжал, он видел состояние здания. Бруснево 6, северо-западный район. Очень жалко в состоянии. И мы хотели бы, чтобы в резолюцию внесли наш крик о помощи. Наши чиновники нас пугают, заламывают нам руки, пытаются доказать, что мы своей правдой ничего не добьемся. А у нас получается, хоть мы один на один с этой проблемой, но у нас получается, мы их не боимся. Мы все равно везде выступаем. Спасибо. Спасибо.